добрый день дорогие друзья поговорим сегодня о том кто оказывает наибольшее влияние на курс гривны и я думаю что по окончании этого видео станет ясно что основными так скажем виновниками курса гривни то что в принципе народ и так знает является кабмин украины и нацбанк украины для того чтобы в этом убедиться не особо много не надо надо зайти только на курс на сайт нацбанка зайти там подраздела есть статистики денежно-кредитная и финансовая статистика финансовые рынки вот и тут есть такой вот файлик овдп ики находится в обигу за суммой основного уборку еще дня вот этот вот файл он но иначе говоря гособлигации который находится в обращении мы его скачиваем и вот он у нас все данные по находящимся в обращении гособлигациям вот в этом файле с 2007 года по 2015 год но у нас давайте сначала вернемся 2014 год но насколько я помню там вот уже там 21 февраля прошлого года уже янукович уже убежал ну может быть там 22 февраля ну вот есть данные за 21 февраля у нас есть общая сумма в общем сумма 267 миллиардов гривен это общая сумма на которую были на тот момент выпущены и не выкуплены правительством обратно облигации то есть это на какую сумму всего находится вот всего сколько из них из этих облигаций находится в нбу сколько находится в банках сколько находится в иных у иных юрлиц которые не являются банками сколько являя сколько находится во владении у не резидентов то есть не украинских юридических физических но я думаю что это больше всего речь идет о юрлицах не резидентах не не украинских юрлицах вот посмотрим сколько было на тот момент 267 миллиардов теперь посмотрим сколько было на конец 14 года 457 457 минус 167 260 267 получаем 190 миллиардов гривен то есть правительство заняло денег в прошлом году на 190 миллиардов гривен 21 февраля курс был в районе этом 8 с копейками гривен за доллар то есть если мы эти 190 потому курсу посчитаем 190 делим на 8 скажем и 3 получаем 22 почти 23 22 89 с копейками миллиарда долларов то есть вот эти деньги потенциально могли быть вынуты из экономики украины только через гособлигации поэтому если этих денег 100 в таком количестве не было соответственно курс должен был бы расти посмотрим теперь другие через какие механизмы это делается то есть правительство наши же не дни пить не печатает облигации не они дают их напрямую в нацбанк нет они делают это немножко хитрее но так это такая хитрость для совершенно идиотов то есть посмотрим вот если вот посмотреть сколько было во владении у иных там скажем в течение четырнадцатого года она где-то вот 10 11 миллиардов было вот так вот кто такие вот эти вот начнем с того кто такие вот эти другие иные или как там их правильно назвать это фактически госкомпании скорее всего это нафтогаз украины может быть какие-то еще другие и вот мы видим 12 августа сумма облигации которыми не владеет 15 миллиардов 13 августа их уже становится 57 значит правительство напечатала облигации на 42 миллиарда гривен по курсу на тот который нами на тот момент было это в районе 13 гривен 42 миллиарда делим на 13 получаем 32 миллиарда долларов и вот они вдруг оказались у этих иных то есть иначе говоря это скорее всего нафтогаз либо же другие какие-то госкомпании смотрим значит 12 15 миллиардов у них во владении 13 57 миллиардов 21 августа опять 15 то есть 42 куда-то делась куда делась смотрим на колонку нбу 12 12 у них 194 миллиарда 21 236 то есть разница 42 миллиарда то есть фактически были отданы нбу взамен либо на гривну либо же на на доллары из резерва причем я-то посчитал доллары по рыночному курсу но по какому курсу они получили такие доллары это мне совершенно неизвестно может быть они по 8 получили а может быть вообще по 5 получили ну на как какая была какой был курс теперь если мы посмотрим на архивные данные по курсу так сейчас мы тут надо немножко так 14 год значит здесь 1 0 8 14 по 30 0 9 14 вот вот нам период за два месяца сентября август сентября 14 года значит мы чем мы смотрим вот начинается рост доллара то есть вот мы видим что он был где-то 12 5 12 5 гривен за доллар потом на 12 августа 13 6 на 21 августа он уже 13 так он ну там какое-то было проседание 13 6 14 и так далее пошло аж до начала сентября она вернулась примерно 3 сентября потом опять продолжился рост аж до когда в конце сентября не произошло в общем созвал нацбанк банкиров и сказал индикативный курс 12 95 мы считаем его обоснованным значит пожалуйста держите на таком уровне почему произошел вот здесь вот рост судя по всему у нас банк был уведомлен что вот скоро потребуются денежки вот и они прекратили поддержание курса гривны и в этот момент потому что им надо было гривна для того чтобы надо надо были доллары в резерве для того чтобы обновили так скажем монетизировать вот эти вот вот эти вот деньги которые были выданы вот этим вот не государств не не финансовым корпорациям скорее всего государственным компаниям типа нафтогаза украина или кому-то еще следующий пик мы видим 23 сентября что мы видим здесь два смотрим на 23 сентября мы видим что 22 сентября но если вернуться раньше то мы увидим что было 16 миллиардов вдруг стала к 10 сентября стала 42 миллиарда к 25 сентября стала 5 15 там 14 копейками миллиардов опять здесь у было здесь прибыла то есть иначе говоря опять же эти бумаги были данные госкомпаниям в уставной фонд и скорее всего путем пополнения уставного фонда госкомпании то есть правительство как владелец этих госкомпаний как учредитель их приняли там документ о увеличении уставного фонда компании написано напечатали на нужное там выпустили на нужное на нужную сумму облигаций внесли их в уставной фонд и эти компании из уставного фонда эти облигации передали в нацбанк нацбанк дал ним им либо гривны либо доллары судя по всему доллары потому что опять же пересталась перестал поддерживать курс потому что доллары были нужны до что-то другое а дальше он просто закрутил банком гайки и сказал что вот теперь вы его так вот будете все это делать по вот такому курсу должны торговать и это привело к почти такому вот я бы сказал но я не знаю рынок валютный стал похож на зомби то есть буквально вот за два месяца можно посчитать было 42 миллиарда плюс тут было с ну вот можно увидеть там было сто девяносто четыре на двенадцатая а стала на 26 стала 266 значит 266 минус сто девяносто четыре получается 72 миллиарда то есть 72 миллиарда за грубо говоря за неполных два месяца меньше чем за полтора месяца было так скажем переведено из гривны в я так подозреваю в какую-то валюту за счет резервов непонятно по какому курсу даже если по курсу 12 то это получается 6 миллиардов было вынуто за полтора месяца на какие цели с какой целью после этого банком было сказано курс вот такой вот кто не будет его придерживаться мы вам подкручиваем что-нибудь судя по всему вот так вот было госпожа гонтарева вчера восемнадцатого числа выступила в перед верховной радой какой-то там отчет она говорила вот то есть вот есть можно посмотреть основные тезисы то есть что значит она там рассказывать что постепенное восстановление показателя экономической активности должно начаться в шестнадцатом году это все как гадание на кофейной гуще они ничего не знает причем в какой радости вообще ее слушать что она говорит учитывая что все предыдущие разы она говорила всякую чушь которая все сбывалось значит точностью да наоборот она говорит одно об то есть а получает совершенно противоположное то есть либо она идиотка ничего ни в чем не понимает поэтому какого черта ее слушать либо она нам врет вводит нас в заблуждение тогда зачем ее вообще слушать и вообще зачем чё она там делает на этот тут я скажу так претензия не столько даже гонтарева любого человек которого поставили бы туда на он бы делал то же самое что он гонтарева делает есть определенные так скажем требования от президента и правительства которые они выполняют потом они идут как в раду и начинают там рассказывать знаю что никто потом не спросит того что они там наговорили поэтому пожалуйста можно вот посмотреть что госпожа гонтарева говорила 12 августа то же самое и вызывали она говорила что кто поддается паническим настроением скупает валюту по завышенному курсу очень скоро будет об этом жалеть то есть она говорила когда курс был в районе 13 сейчас курс ровно в два раза выше почти даже не ровно больше чем в два раза грубо говоря по 27 сейчас курс то есть иначе говоря она говорит чушь слушать ее не надо наиболее оптимальным она назвала курс двенадцать половин девятнадцать один одиннадцати пять и одиннадцати девять гривен потом она говорит следующее значит на тот момент на 12 на 12 августа действовала такая норма что экспортеры вот они продали что-то за рубеж к ним зашла валюта вот они должны были 50 процентов этой выручки в обязательном порядке продать причем не они даже должны а банк сразу же при поступлении 50 продает 50 им зачисляет на их валютный счет а говорит что дескать могу заверить что экспортеры сегодня продают от 70 до 100 процентов нам вообще не понимая зачем нам даже 50 процентов обязательной продажи можно вообще обязательную продажу не указывать то есть нам и так хватит это она говорит 12 августа 20 августа она вводит стопроцентную продажу то есть вот тебе зашла валюта ты или ты ведешь внешэконом какую-то деятельность вот что-то продал за рубеж там зашла валюта к тебе на счет то есть на счет она тебе даже не зашла она при заходе при попадании в банк она немедленно продается на межбанке а тебе зачисляется по этому курсу какой там сложился на данный момент зачисляется в виде гривен это неважно что тебе например нужны нужно что-то закупить за валюту нифига вот так теперь бери эти гривны и покупает там на следующий день или там через три дня покупая валюту над по тому курсу который будет через три дня то есть это даже на курсовой разницы даже если бы то в один день происходило уже на спреде уже потери у тебя будут не говоря уже если это будет через три дня на растущем курсе это будут значительные потери то есть иначе говоря свои вопросы они решают своими путями а значит все остальные вопросы за счет кого-то другого надо решать то есть если опять же поговорить посмотреть на на объемы продаж вот тут вот показано 435 там двести двадцать два миллиона гривен потом они сократились до 150 180 миллионов не гривен миллионов долларов за так скажем рабочий день это объемы торгов на межбанке о чем я говорю то есть они за один день купили продали там я не знаю три четыре миллиарда долларов при этом обязует всех остальных и на сажает всех остальных на голодный паек обязует экспортеров продавать нас сто процентов валютной выручки потом а сейчас они это смягчили теперь не не все сто процентов а всего лишь 75 процентов ты продаешь только 25 можешь себе на свои какие-то потребности нужные нужды оставить то есть иначе говоря ваши деньги это не ваши деньги это деньги нацбанк он как хочет так ими и распоряжается по своему усмотрению иначе говоря военный коммунизм в действии и тому подобное дальше еще она там говорит общий уровень инфляции в этом году 24 25 процентов она этого знать не может какие перед ней задачи поставить там скажем партии правительства сколько придется еще напечатать денег в этом году она понятия не имеет соответственно какая будет инфляция это никто не знает тем более что опять же инфляция к сожалению сейчас финансисты когда говорят об инфляции они говорят о росте цен рост цен это такая ерунда то есть это кто как считает смотря по какой методологии считать всегда можно подогнать под под ответ вернее решение задачи можно под нужный ответ подогнать то есть тебе надо чтобы было 24 25 значит мы так изменим методику расчета инфляции что он вот получим то что нам надо то есть то что слишком подорожало мы оттуда выкинем то что не подорожало либо же наоборот по каким-то причинам упала в цене мы туда добавим для того чтобы получить нужную нам цифру сокращение реального ввп замедлится до минус 5 5 просто опять она не может этого знать это все опять же их очень легко эти цифры озвучивать тем более что их никто тебя за них тебе никакого спроса потом не будет только плавающий курс валюты является противодействием внешним вызовом и шоком ну меньше денег печатать надо гибкий валютный курс уже помог нам справиться с дисбалансами которые существовали последние шесть шесть лет он способствовал как повышению конкурентоспособности украинского экспорта так и значительному улучшению состоянии торгового баланса иначе говоря то что в три раза упал уровень жизни украинцев это насрать главное что у нас есть повышение повысилась конкурентоспособность украинского экспорта и улучшилось состояние торгового баланса то есть вот что главное в жизни не том как и не о том как люди жить будут плевать на это то есть ну вот просто вот такие вот небольшие наблюдения кто у нас главный виновник кто главный преступник кто ограбил наш народ и так далее вот вот это вот барышня и там два других человека но не не только они там их целая клика спасибо за внимание до свидания